Информационную картину дня В командном зачете сборной Удмуртии первая. Финал пройдет в Саранске в августе. И в продолжении темы в Удмуртии пройдет в этом сезоне порядка 30 стартов всероссийского уровня. В июле Ижевск примет международный турнир по BMX фристайлу. Он будет этапом отбора на Олимпиаду в Токио. Ожидается приезд основного состава национальной сборной. Заслуга, большая заслуга главы республики, Ижевск обречал правительство Мурской республики за то, что такой прекрасный сетипарк ввели в действие. На сегодняшний день он один из лучших в Российской Федерации. Наверное, поэтому здесь и международное соревнование появляется. Проведены на территории республики будут и любительские велостарты. Этот вид в республике сегодня один из наиболее динамично развивающихся. Дай старт Году здоровья! Под таким девизом прошел традиционный легкоатлетический пробег в Устиновском районе Ижевска. На турнире не было никакой субординации. Выступали и спортсмены, и профессионалы, и ветераны, и простые жители города. Вышла на старт Устиновской мили и наша съемочная группа. В этом году Устиновскую милю приехали покорять многие наши сильнейшие спортсмены. Это и чемпион страны, участник олимпийских игр по биатлону Владимир Симаков, члены сборной Удмуртии по лыжным гонкам, велоспорту, легкой атлетике. А звездный состав участников свидетельствует о высоком статусе турнира. Он был проведен вновь спустя 6 лет по инициативе тренерского штаба 8-й Ижевской спортшколы. Мы привлекаем детей к занятиям легкой атлетикой, и не только легкой атлетикой. Мы хотим, чтобы дети вместе с родителями чувствовали этот праздник. Сегодня нам очень повезло, я считаю, такая погода отличная, настроение у всех праздничное. Только что прошел великий праздник у нас 9 мая, День Победы. И вот на этом позитиве мы хотим вот этот праздник продлить для людей, для детей, для их родителей, для спортсменов. Разминка со звездой МСМК Владимиром Симаковым ребятам понравилась. Распровел он ее бодро, с оптимизмом, всего несколько минут, а настроение отличное на весь день у всех присутствующих. Скажем Владимиру Сергеевичу спасибо! Еще раз спасибо! Затем на старт первыми убежали на дистанцию длиной в 1 км юные спортсмены возраста от 2 до 10 лет, вместе с родителями, которые тоже любят спорт и любят бег. Мероприятия замечательные, мероприятия обязательно нужны. Все семьей пришли, один другого ребенок затащил. И очень это все нравится нам, и народу очень много. И да, действительно, несмотря на жаркий день, настроение отличное, дети пришли за победой. Справились с дистанциями длиной в 1,5 км одну милю всех, хотя после финиша потом многие честно признались, было трудно. Это был отличный старт, отличная тренировка. Конечно, было тяжело из-за погоды, но мы это сделали. Я очень рада, что приняла участие. Я занимаюсь футболом, я пробежал милю и сегодня выиграл медаль. На старт у Стинерской мили вышли в итоге более 600 человек. Все абсолютно получили памятные медали и призы. На самой длинной, 5-километровой дистанции лучшее время показали Анастасия Усегова и Кирилл Тришканов. Далее о регби. В Казани на первенстве Приволжского округа по регби 7 среди юниоров до 19 лет отлично выступили наши спортсмены. Команда «Легион» заняла третье место и получила право выступать на первенстве России. Поздравляем команду и их наставника Сергея Копотя. Победителями же турнира, скажем, стали местные игроки. Теперь о бильярдном спорте. Открытое первенство в Удмуртии среди сеньоров старше 50 лет, посвященное Дню Великой Победы, собрало известных и уважаемых в бильярдном мире игроков со всей республики. В качестве почетного гостя приехал на этот старт и Юрий Соснин, легенда русского бильярда. Он с интересом наблюдал за играми вместе со зрителями, которых было на турнире немало. До сих пор я просто поражаюсь тем шарам, которые идут в латут, потому что это действительно высший пилотаж, это хорошая игра, показательная, очень интересно смотреть. Для сеньоров у нас обычно проходит два раза в год, то есть первое приуроченное к Дню Победы, к празднованию Дня Победы, а второе 23 февраля, то есть следующее уже будет в феврале. Победителями турнира стали Геннадий Глезденев, второе и третье места заняли Олег Майоров и Георгий Решетников. Не до отдыха было и дзюдоистам, они выступали на чемпионате Удмуртии. Победителями в своих весовых категориях стали Илья Поздеев, Ивана Николаев, Григорий Моносырен, Регина Арцебашева. Они выступят на первенстве при Волжье в Саратове в конце мая. А Регина 17-го числа отправится в Оренбург на Кубок Европы. И еще информация из Хорватии, из чемпионата и первенства Европы по тэквондо. В составе сборной России выступали там и наши земляки. На их счету 9 золотых, 13 серебряных и 11 бронзовых медалей. В разделах формальный комплекс, два вида спарринга и командное выступление. В общем зачете российская команда первая. Поздравляем спортсменов с этой победой. На этом я с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова